Сегодня у нас в гостях У нас не слышно, да? Нас слышно. Юрий Васильевич, нас слышно? Нормально? Да. Юрий Васильевич, видео включите, пожалуйста. Мы вас не видим, сейчас мы хотели бы вас увидеть. У нас в гостях Юрий Васильевич Крупнов. Я скажу несколько слов об этом человеке. В 90-е годы, когда было все плохо и все хуже и хуже было, мне на глаза попался журнал, альманах, по-моему, назывался «Россия-2010», «Где мы, где 2010», подумал я. Интересно, что за журнал? И увидел там фамилию автора этого журнала или главного редактора с фамилией Крупнов. Почитал журнал, и оказалось, что вот есть люди, которые думают всерьез о стране, о ее будущем, в вопросах ли образования, каких-то других вопросах. И вот в 2006 году, по-моему, мы пригласили Юрия Васильевича сюда. Он бросил все дела и приехал сюда, и поразил нас фразой «Я не мог не приехать, потому что здесь сделаются самые главные дела в стране». Может, нам так польстил, а может, нет, но это заставило собравшихся задуматься. Словая это забыть не могу. И еще один момент, встреча была очень интересная. Юрий Васильевич показал свои книги, показал, что он делает. Но когда задали вопрос, чем вы занимаетесь, я помню, Юрий Васильевич сказал, общественной работой. Вы представляете, что тот стереотип, который у нас сложился, что такое общественная работа, приезжает человек, говорит, я занимаюсь общественной работой, при этом считает это самым главным делом тем, чем нужно заниматься. Вот если вы заглянете в Википедию, вы увидите, что Юрий Васильевич Крупнов – это российский государственный политический и общественный деятель. Я бы обратил ваше внимание на слово «деятель». не каждому человеку это слово приклеивается. Юрий Васильевич, важно, что этот человек связан с движением развития. Это лидер движения развития в стране. Такое движение существует. Мы с ним по возможности пересекаемся, стали какими-то, мне кажется, какие-то, как говорят, единомышленниками. Понимать, что делать, мы часто обращаемся к его текстам, к его выступлениям. И вот сегодня Юрий Васильевич с нами, у нас в гостях. Самая сложная тема, мне кажется, в этой игре, и самая сложная тема сегодняшнего дня. Что происходит в стране, почему нет развития. Так она примерно у нас звучит. Подошли мы к ней, ну, как-то почти без потерь, но двигаться нам сложно. Юрий Васильевич, мы надеемся на ваше участие. Слово вам. Спасибо большое. И прежде всего, я хочу сказать, что мне кажется, до того, как ответить на вопрос, в чем причина экономической стагнации и почему нет развития, очень важно сказать все-таки, почему оно будет. Потому что, на самом деле, я читаю приглашение для участия в вашей работе и вижу 10-й Уральский молодежно-энергетический форум. И развитие у нас будет, и оно очень точечно происходит, поскольку есть такие подвижники, как Алексей Евгеньевич, Соколов, поскольку есть такие увлекающиеся и по-хорошему действительно лучшие люди страны, как вы, которые думают о развитии, думают о стране, думают о нашем прорыве. И благодаря этому, на самом деле, у нас все, у нас, по сути, уже все почти заготовлено, и все есть, и поэтому вообще непонятно, действительно, надо выяснить, а почему у нас пока еще не происходит во всеобщем масштабе реального развития. Это вот первый момент. То есть, все-таки, до того, как объяснить, почему не происходит, очень важно понять, что у нас нет альтернативы, с одной стороны, с другой стороны, у нас колоссальные заделы. 25 лет с момента перестройки, которые, безусловно, в основном, эти 25 лет, четверть века были разрушительны для страны. Но, несмотря на это, 25 лет идет работа, и сегодня время, когда выходить на, реально уже пожинать плоды, выходить на то, что называется оперативный простор развития, и начинать это развить. Второй момент. Мне кажется, очень важна действительно тема. Как только первый раз Алексей Евгеньевич позвонил, сформулировал эту тему, естественно, я сразу за нее схватился, потому что тема просто в самую точку, в десятку. И мне кажется, пока мы не выясним, в чем причина этой экономической стагнации, а реально уже там и стакфляция, и рецессия, а я еще называю то, во что мы вползаем, не просто второй волной глобального экономического кризиса, а называю это, по сути, экономической катастрофой, которая нам грозит, и которая уже маячет на горизонте. И вот ответить на этот вопрос крайне важно. Иначе мы будем тыкаться в одно и то же еще четверть века, а потом еще четверть века, хотя, скорее всего, уже этого не будет, потому что страны не останется. Нас не будет, не будет русских, выткнутых из истории, ничего не будет. Поэтому благодарен вам всем и Алексею Евгеньевичу за то, что он тащит этот колоссальной значимости в ВОЗ, в хорошем смысле, за то, что он уже создал команду развития в Уральском регионе и на самом деле федерального значения и федерального масштаба. И хочу высказать свою точку зрения по поводу того, почему нет развития, в чем причина нашей экономической очередной беды. Меня нормально слышно, да? Да. Спасибо. Ну, я знаете, с чего начну? И вообще, что главное, мой тезис будет, может быть, он покажется несерьезным даже, я этого не боюсь. Мой главный тезис будет, что наша беда основная – это отсутствие воображения и излишняя серьезность. То есть вот ключ к объяснению того, почему стагнация, атаксуляция, рецессия, почему нет развития. И здесь в каком-то плане есть одно слово, или два слова – проекты и воображение, которые и являются позитивным ответом на этот вопрос. То есть в этом смысле в стране нет, по сути, проектов, я имею в виду на государственном, артикулированном, институциализированном уровне. И второе – в стране, в этом плане, почему нет проекта, потому что нет воображения, и, если хотите, воображение предано. Забыто, оставлено, выкинуто за ненадобностью, вместе с поэзией великой, с нашей и мировой. И вот это, на самом деле, с моей точки зрения, есть главная причина стагнации. Я был очень рад, когда в одном из последних номеров журнала «Глобальные процессы» я посмотрел, что сказал Мануэль Монтес, филиппинский экономист, он работает в управлении стратегией и политикой развития ООН, и очень человек такой известный, и мне очень понравился буквально его пример. Даже он не то, что сам сказал, а на что он сослался. Вот буквально зачитываю кусочек из того, что он выделил, как главное в том, что происходит. Когда английская королева посетила фондовую биржу, она спросила, почему никто не смог предвидеть или предсказать волну кризиса 2009-2010 года. Ответ королевского экономического общества был таким. Мадам, каждый экономист хорошо выполнял свою работу, поверьте нам. Но нам не хватило коллективного воображения. За деревьями мы не увидели леса. И мне кажется, вот этот, в общем-то, трагикомический ответ, что нам не хватило коллективного воображения, он не только о системности и необходимости системного подхода, это безусловно. То есть за деревьями видеть лес, и прежде всего лес, а не деревья, а не упуская при этом деревья и всех мелочей. Это и есть современный системный подход. Но, а все-таки главное, ключевое слово – воображение. Потому что на самом деле, если говорить совсем по-простому, я сейчас приведу примеры, где просто очевиден, не то что дефицит, а полное отсутствие воображения, в важнейших государственных решениях, на которые потрачены миллиарды и сотни миллиардов рублей. Еще раз повторяю, миллиарды и сотни миллиардов рублей. И где нет воображения, и где, по сути, эти решения провалены. И страна получила не просто отсутствие развития, но еще и колоссальные убытки. Так вот, почему воображение? Да потому что, чтобы что-то делать, личность человека, коллективы человеческие, сообщества, страны, они должны обязательно увидеть и замыслить то, что делают. С одной стороны, то, что я говорю, кажется, наверное, предельно банальным, даже чем-то издевательским. Такие простые детские вещи. Сразу можно вспомнить знаменитое и хорошо известное, особенно в Советском Союзе, высказывание Карла Маркса о том, что самый плохой архитектор отличается от самой хорошей пчелы, что в отличие от пчелы, с ее инстинктом, архитектор в голове строит прежде всего здание, в голове воображает и замысливает здание, которое надо построить, а потом уже переносит его на бумагу и строит. То есть обязательно воображение, планирование, проектирование. Это ключевая человеческая способность, задающая человеку возможность вообще быть человеком. И казалось бы, это банально. Но на самом деле это абсолютно не просто не банально, а, к сожалению, просто этого нет в стране. И в этом плане вот сейчас буду приводить конкретные примеры. Здесь вспоминается замечательное стихотворение Владимира Набокова в его романе «Дар», где он, обращаясь вот к такой, к музе-героине, он говорит «Люби лишь то, что редкостно и мнимо, что крадется окраинами сна, что злит глупцов, что смерть реконима, как родине будь вымыслу верна». Вот как родине будь вымыслу верна, это, собственно, я считаю, ключевая фраза и смысл русской поэзии, литературы, идеологии. И в этом плане покажу сейчас, какие у нас провалы, колоссальные провалы по воображению, а затем и в деньгах, и в отсутствии развития. Перечислю это просто такими набросками. Первый момент. Ну вот, с одной стороны, то, что касается энергетики, а с другой стороны, нашей выдающейся отрасли, атомной индустрии, атомной энергетики, уж отрасли, в которой мы даже формальным признаком являлись мировым лидером и сделали первую атомную электростанцию, напомню об этом, это очень важно, это первый момент. А с другой стороны, где мы, ну, еще до сих пор не отстаем, а по массе параметров, и мне особенно приятно это говорить, для Свердловской области, где на Белоярке уже вторая разводится, по сути, электростанция на быстрых нейтронах, и в этом смысле мы ничем не отстаем. Ну, казалось бы, это лидерство, которое даже до сих пор у нас есть. Ну вот, вот то место, где даже без воображения, без всего надо получать колоссальные результаты, идти вперед. И что мы видим? Мы видим, что, как и предсказывали все, и в том числе я с группой выдающихся ученых, атомщиков и руководителей атомной сферы в 2006 году, мы предсказывали, что к 2015-2016 году мы войдем в резкий слой дефицита 35-го. То есть, основного на две недели российской энергетики. Мы туда уже ползли, мы туда вошли, а дефицит усиливается. Еще, конечно, здорово, что мы тут американцам помогли здорово последние 15 лет по известной сделке Горч Черномырдин. Но важно то, что на самом деле все нормальные люди понимали, что мы входим в этот дефицит, что мы задорого будем покупать уран. И на самом деле, как бы все было понятно, детские моменты, но ничего не подготовлено. То есть, вместо того, как мы предсказывали и предлагали всем министрам и предыдущему по атомной энергетике, и нынешнему Кириенко и так далее, мы предлагали делать ставку на реакторы на быстронейтронах и на, по сути, уникальных российских заделах. На Уран-238, который в одних отвалах еще нам на тысячу лет хватит. То есть, беспроблемно и так далее. И, казалось бы, при всей возможности делать такой задел, даже с 2006 года, когда Кириенко уже был руководителем Минатома, а потом, соответственно, агентства и корпорации, на самом деле, все идет очень медленно. Слава Богу, слава Богу, что хоть в Белоярке возводится новый блок, но это все абсолютно недостаточно. И возникает вопрос, почему так бездарно потеряно столько времени? Возникает вопрос, почему ничего не происходит? Вот первый пример. И напомню, что в 2006 году тот же Сергей Владиленович говорил нам о том, что уже в 2010 году будет 2-3 блока в год, начиная с 2010 года запускаться. Где эти блоки? Дай Бог, за 5 лет будет 2-3 блока, а не каждый год по 2-3 блока. Это первый момент. Второй момент, другой пример. Это вопрос, связанный с новой индустриализацией. И ключевым вопросом нынешним для страны. Просто вопросом жизни и смерти. Владимир Владимирович Путин буквально в отчаянии 3 года говорит о том, что нам нужно создать 25 миллионов новых рабочих мест. Что вообще-то новая индустриализация – это основной вектор движения страны. 3 года. Вот я буквально говорю слово без всякого приключения в отчаянии. Но ничего не делается. В прошлом году минус 142 тысячи рабочих мест, в обрабатывающей промышленности. Минус 142 тысячи, вместо того, чтобы 2-3 миллиона новых рабочих мест ввести. Более того, соответственно, вместо того, чтобы обсуждать технологически суверенную индустриализацию, мы, по сути, скатились к отверточной индустриализации, превратившись уже в полуколониальную страну, где-то, так сказать, в Малайзию в 90-х годах. То есть мы, страна, которая делала свои технологии, которая имеет еще свою фундаментальную науку, мы бросили свои технологические заделы, мы бросили свою промышленность, и уже даже об авиапроме говорят, что надо повторить якобы успехи в автопроме, то есть нужно переходить на отверточный авиапром. Понятно, что любой специалист скажет, что это вот тоже, кстати, очередное подтверждение отсутствия воображения, потому что, в отличие от автопрома, авиапром нам никто уже не даст это точно. Но даже если дадут, то что такое Россия идет, представляете, к отверточному авиапрому? Следующий момент. Это провал, пятилетний провал, начиная с 2009 года, когда первая волна так называемой кризиса, провал по моногородам. Да, здорово все попиарились, рассказали какие-то сумасшедшие вещи о том, что надо людей будет перевозить из моногородов. Когда спросили предыдущего министра развития, регионального развития, куда перевозить, он сказал, там есть рабочие места. К сожалению, депутат, который задавал вопрос, не задал следующий вопрос. А где у нас в стране, или может на Марсе, есть такое место, где есть рабочие места, при колоссальном дефиците рабочих мест, провале индустриализации? Монограда запустили 5 лет назад каждому городу, а напомню, что их 330 было официально определено 5 лет назад. И вы это по Свердловской области прекрасно знаете, все, что у вас, у вас как раз их очень много, и они сейчас опять в очередном цепноте времени и сил. И эти моногорода, по сути, приговорили к такой эффективно-демонстративной активности, где сказали, ребята, ну вы нам, мэром, сказали, пришлите нам кипы, комплексные инвестиционные планы. Напомню, что из этих 330 городов, ну, есть большие, там, 50 тысяч, 100 тысяч, ну, относительно большие, но в большей части это 3 тысячи, 5 тысяч, 7 тысяч, 9 тысяч, да даже пусть 100 тысяч, какая разница. Вот представляете, мэром таких городов, правительства на бланках, так сказать, правительственных, телеграмм, может быть, даже засекреченных, пришло сообщение, срочно за три месяца разработайте комплексные инвестиционные планы. Что такое моногорода? Это остатки былой советской роскоши, когда Сталин, бери, советские наркомы, красные наркомы создавали великую индустрию, великой страны, благодаря которой мы победили в Великой войне. И, представляете, напряжением всех сил, с привлечением всех лучших мировых умов были созданы эти отрасли. Я сейчас не обсуждаю, там они истратили свою мощь или нет, но главное то, что было напряжение всех сил на федеральном, как сегодня говорят, уровне, а теперь мэром 5 лет назад разослали письма от правительства и говорят, ребят, вы там придумаете что-нибудь. И, соответственно, пришлите нам ваши инвестиционные планы, как нам профиль промышленности новый создавать. То есть, через полтора года Игорь Иванович Увалов, который курирует программу «Моногорода», он на одном из совещаний, и Владимир Владимирович так драматически сказал в итоге, да, Владимир Владимирович, знаете, они, наверное, ничего прислать не могут. Но это же за полтора года надо было, так сказать, вжиться в это, понять, чтобы за полтора года понять, что они ничего прислать не могут. А главный вопрос, а почему на федеральном уровне ничего не делают? Понимаете, ведь что такое воображение? Воображение — это, в общем-то, достаточно простая внешняя вещь. Воображение, вот, например, если вы идете по улице и собираетесь перейти, и видите, что в 50 метрах от вас мчится в то место, где вы собираетесь перейти на огромные скорости автомобиль, то ваше воображение должно подсказать, что если вы пойдете на проезжую часть, то этот мчащийся автомобиль вас собьет. Вы должны увидеть вашим внутренним видением, вашим внутренним взором, вы должны увидеть приближающийся автомобиль, вас, переходящий в улицу, момент столкновения, столкновения, увидеть, ужаснуться благодаря воображению, и, в общем-то, остановиться и подождать, пока машина проедет. Вот что такое воображение. А у нас уже все примеры, и сейчас их добавлю. Каждый пример — это, по сути, когда человек переходит улицу, видит машину, смело идет дальше, и каждый раз происходит столкновение с травмами, несовместимыми с жизнью. Потому что прошло пять лет по тем же моногородам с той же новой стилизацией, три года с атомной индустрией. Прошло уже, по сути, восемь лет. Ничего не происходит уже после смены уже всех властей в атомной отрасли. И, по сути, мы видим просто абсолютно такое брутальное, смелое, можно сказать, но в таком ужасном смысле, смелое перешагивание и столкновение с мчащимся на полной скорости автомобилем, поскольку отсутствует воображение и понимание, что происходит. Следующий момент, ну, тоже простой, анекдотичный, такой интересный момент. Национальные проекты с 2004 года были запущены. Вот очень интересный проект, один из проектов, это доступное и комфортное жилье. В результате реализации этого проекта по официальной статистике, вот я считал, 19% составляет прирост недоступности жилья. То есть, вот прекрасный тоже пример, так сказать, ситуации. При штате реализации проекта, доступное жилье, жилье стало на 19% недоступнее. Следующий момент, то, что, с чем сейчас занимаюсь, очень активно. Это вопрос, связанный с выделением земель, например, для многодетных семей в России. Три года назад Дмитрий Анатольевич Медведев, совершенно, на мой взгляд, гениально, вот я часто критикую Дмитрия Анатольевича, но здесь я просто, не просто его, так сказать, сторонника поддерживаю, просто его фанат. Он сказал, что, ребята, давайте мы многодетным семей в нашей стране, а это где-то примерно 7% семей. Давайте мы раздадим землю бесплатно, причем оборудованную землю, они там построят что-то и так далее. И, в принципе, мы простимулируем на самом деле многодетность, рождаемость в нашей вымирающем демографическом плане стране. На мой взгляд, гениальное просто решение, потому что оно действительно, помимо собственности многодетных семей, здорово, это крайне важно, но оно дает новый статус. Это люди, которые получают, так сказать, серьезную, я бы сказал, социальную статусную прибавку, и можно говорить о том, что таким образом можно делать многодетные семьи элитным, лидерским, социальным слоем, стратой в нашей стране. Гениальное решение. Что происходит? Сегодня, даже по официальной статистике, даже не разбирая, какие участки, ну там, где-то 35-40% таких участков найдено, только записав в нашем сесене, а это одна четверть от всех многодетных семей. И в итоге все застоприлось, уже год ничего не движется, потому что все участки, какие можно было придумать, где-то на бумаге, где-то в неудобьях, как правило, где-то иногда и хорошие, все участки розданы. Дальше нужно что-то делать. Все стоит, не выполняется решение федеральной власти, уже областные законы везде приняты. И наш институт демографии миграции регионального развития, который осуществляет разработку проектов развития стратегически-инвестиционных проектов, мы предложили, давайте сразу проектировать городки демографического будущего, такие целостные поселения, причем шикарные, самые современные экологические, эко-урбанистические поселения, города будущего для многодетных. То есть будем не каждый участок там как-то облагораживать, оприходовать, обустраивать. Например, я знаю ситуацию, когда к одному участку благодаря активности многодетной семьи 300 метров специально проложили асфальтовую дорогу, чтобы обустроить. Но вот чтобы не такими заниматься ерундой, а давайте сконцентрируем участки, выделим большие наделы земли и так далее. Знаете, эта мысль вообще странно никому не приходила в голову. Если приходило, там есть два примера, то это 20, 30, 40, 50 семей, которым выделили и построили такие типовые коттеджи, это не город, а так некая такая спальная застройка. И вот возникает вопрос опять, а почему так не делать? Встречает гигантское сопротивление в городах, предложение делать городки демографического будущего. Но самое тяжелое это аргументы, опять же, которые показывают отсутствие воображения. Говорят, вы знаете, а где взять обустроенные участки земельные? Ведь это огромные деньги нужно делать и так далее. Это все правильно, но вопрос-то возникает, а ведь это касается не только многодетных семей. Мы в России живем в три раза скучнее, чем в Великобритании. Нам в России, чтобы выполнить планы правительства, которые уже есть, что даже они специально перенеслись с 13 на 20, это вводить один квадратный метр жилья в год на человека. То есть 143 миллиона квадратных метров вместо 60 сегодняшних. И на самом деле главный дефицит, который здесь есть для градостроительной политики, осуществления этих планов правительства, еще раз повторяю, планов государства, планов по указу президента, знаменитым майским указом. Для этого нужно вводить не менее миллиона, а лучше полтора миллиона гектар оборудованной земли в участке в год. Если мы не будем вводить полтора миллиона гектара в год, а это значит планировать в этом году, на следующий год, через два года, через пять лет, то мы не будем вводить 143, не будем строить 143 миллиона квадратных метров в жилья, то физически невозможно. А мы сегодня вводим порядка 70-80 тысяч гектаров, то есть вводим сегодня минимум в 15-20 раз меньше, чем необходимо. Так, казалось бы, вот главная причина и строительства, и отчетности потом, победных реляций, дешевизны, кстати, колоссальная экономия, потому что комплексная застройка делает колоссальную экономию, но на самом деле опять ничего не происходит. Нам говорят, какие там многодетные, зачем им земля-то, сколько получится, колоссальных ущерба для государства и так далее по деньгам. Это же смешно, потому что это единый способ, как вообще что-то строить в стране. Потому что все, что можно уже застроить, старое мы застроим. Вот очередной пример, еще, где просто нет воображения. Ну, и два последних примера, и перейду к анализу. Суперджет. Это, конечно, абсолютный провал российской политики и государства, где, по сути, Суперджет убил весь остатки советского промо, и у нас была возможность возвестись и использовать заделы гениальных наших конструкторов. Но что, убирая эти вопросы сущностные, вот с точки зрения Суперджета, в чем провал основа? А в том, что не было генерального конструктора, его решили как лего собрать из кубиков. То есть, а что значит генеральный конструктор? Генеральный конструктор это и есть тот архитектор по Марксу, который в воображении видит это прекрасное изделие, которого еще нет, а которое должно быть. И без генерального конструктора, без личности, в сознании которого в воображении, в гениальном воображении которого изделие, эксплуатация, экономичные показатели, в итоге мы ничего не получим. Вот прекрасный опять пример отсутствия воображения и более того, вычеркивание воображения за ненадобностью. Ну и последний момент, один из самых для меня значимых, важных, из-за которых я больше всего переживаю, может быть даже, это то, что сегодня строится космодром Восточный. Я значительной мере прилагал усилия для того, чтобы этот космодром появился, чтобы на Дальнем Востоке была космическая деятельность и тем самым поднять стату Дальнего Востока. И на самом деле вот этот космодром строит, все здорово, но единственное, никто не может ответить реально, какие космические программы будут осуществляться с этого космодрома. Это наша трагедия, беда, понимаете? То есть все строится, земля выкапывается, бетон заливается, сети прокладываются, все здорово, хорошо и так, как нужно с одной стороны. Но с другой стороны, нету никаких космических программ, нету никакого горизонта, прорыва в космосе. И еще более страшный пример, уже и деньги выделены на космодром и на город при космодроме. Владимир Владимирович Путин даже его назвал в этом году уже этот город новый, Толковский. Замечательное название, замечательный город, хотя у меня другие были идеи. Все гениально, деньги выделены, 40 миллиардов бюджетных жить под этот город. Но мне никто, ни один чиновник не ответил ни публично, ни в узких разговорах в коридорах власти, а кто там будет жить, что там, какие программы будут реализовывать, то там будет жить. Там будет молодежь, которую мы притащим со всего мира и прежде всего нашу русскую молодежь и создадим ровы в космосе. Или мы туда гастарбайтеров будем заселять. И вообще, что там такое? Никто не знает. То есть, все уже выделено, деньги и все. Нет единственного воображения, проекта, понимания. Вот страшный пример на самом деле. И в качестве шутки по поводу воображения вот тоже два пункта, которые я пытаюсь развивать воображение у наших чиновников и, собственно, по городкам демографического будущего. Например, когда начинаю говорить о том, что необходимо нам поселение для многодетных, я говорю обязательно с ботаническим садом. Это я серьезно говорю. Но я специально говорю ботанический сад, потому что у людей сразу, они без того видят во мне сумасшедшего. Как-то надо, причем не понятно, почему сумасшедшего, потому что это решение федеральной власти, решение областных властей, субъектовых властей, что надо выделять землю и обустроенную землю. Ну, ладно. А когда я им говорю ботанический сад, то у людей просто уже желание покрутить у виска, потому что, ну, визит Крупнов какой-то сумасшедший, это же точно, мы же говорили, несерьезный человек. И на самом деле это здорово, потому что действительно, если мы хотим, чтобы рождаемость была в стране, и чтобы мы не вымерли в середине столетия, то мы должны строить городки с ботаническими садами. И этим я пугал и буду пугать, для того, чтобы просто развивать воображение. И то же самое по Дальнему Востоку. Я сейчас начинаю такую программу по поводу, когда говорят, а с чего вообще космодром, город, наукоград при космодроме. Я сейчас буду всем говорить, конечно, все начинается в консерватории, потому что консерватория должна быть эритная, лучшая в северо-восточной Азии и так далее. Без этого не будет космодрома, потому что консерватория задает качество жизни, что точно здесь будут люди, которые будут ходить на концерты, и это люди, которые пусть узкой прослойкой, но сразу будут отделяться от какого-то случайного скопища людей. Может быть, это может быть какая-то, так сказать, однобокость, кто-то скажет, что-то еще что-то, но для меня это способ проразвивать воображение. и я предлагаю еще минут 7 сейчас я выскажу свою точку зрения и потом перейти к вопросам. Значит, соответственно, если суммируя все, что я сказал, вот почему нет развития, почему нет воображения и так далее, я бы выделил три таких профиля проблем, три формата проблем. Первый, это, конечно, отсутствие идеологии развития, то, что мы продвигаем, спасибо Алексею Евгеньевичу, мы с ним продвигаем, с другими подвижниками и выдающимися, я считаю, людьми, которые, вопреки всему, и в 90-е годы, и сегодня продвигали и будут продвигать важнейшие для страны и мира на самом деле проблемы, потому что и в мире все очень не сладко и не все так просто, вы все это прекрасно понимаете. И в этом плане идеология развития, где, по сути, русские выступают как планетарная сила развития, мне кажется, это вот та идеологема, та доктрина, которую чем быстрее без пиара всерьез примет наша власть, тем лучше будет всем. Но без этой идеологии, конечно, невозможно что-то воображать и решать даже простейшие задачи, не говоря уже про сложные, как говорили раньше, и правильные народохозяйственные задачи. Второй момент. То есть, первое, отсутствие идеологии развития. Второй момент. Это неспособность выявлять суть процессов. Диагноз поставить. Я вам показал на примерах, что и про новоиндустриализацию, и про атомную индустрию, и про моногорода, и про городки будущего, и, соответственно, Суперджет, и космодром Восточный с городом Циолковским. Просто даже диагноз процессов не могут поставить. Что за процессы в мире идут, в России, и с чем мы должны исходить, и даже хотя бы негативные процессы не могут выделить и сформулировать. И третий момент. Это ключевой момент в технологическо-принципиальном плане. Это неспособность проектирования дефицит проектов, дефицит воображения. Вот три направления. Отнуствие идеологии развития, как государственной идеологии. Неспособность выявлять суть процесса, ставить диагноз. И третье. Неспособность проектирования дефицит проектов. А дальше, соответственно, собственно, основное, чем я занимаюсь, и чем я занимаюсь не один, а не просто коллективом движения развития и института демографии, миграции и регионального развития, а как раз с такими подвижниками, как Алексей Евгеньевич, и его команда, его сообщество. И, в принципе, я не только и постсоветское пространство, такие коллективы есть. Нам сейчас, конечно, нужно, как мне кажется, главное просто собираться в некое более мощное сообщество. И я еще раз очень признателен и выражаю признательность вам за то, что вы здесь, за то, что вы думаете про это, потому что это наше общее, это планетарное наше общее дело и наша задача, и нам нужно здесь продвигаться. И первый момент. И второй момент. Не бояться говорить про воображение, про проектирование, про систему деятельностной и мыследеятельностной подход, про то, что воображение и способность воображать в правильном смысле это и есть ключевой наш ресурс, это и есть уникальная наша возможность действительно стать планетарной силой развития. И в заключение, я сейчас не буду говорить о проектах развития, есть сайт проектное государство, там есть список проектов развития, их порядка двухсот, есть сейчас стратегических инвестиций, прежде всего по системе стратегическому инвестиционному проекту и мы работаем сейчас с этим прежде всего и где-то тысяча, две тысячи таких стратегических инвестиционных проектов у нас потихонечку Я думаю, что в марте вопрос будет в списке. Я приглашаю всех включаться в эту работу, работу развития. Я считаю, что самое главное – это все время непрерывно инициировать новые проекты, навязывать их властям, бизнесу, общественности и так далее. И продвигать такие стратегические инвестиционные проекты и проекты развития. Эту проектную мощность, чем больше мы ее будем создавать, тем реальнее мы будем лучше обеспечивать безопасность нашей России. И тем на самом деле мы будем лучше реализовывать те миссии, каждый из которых предназначен. И в целом мы как страна, как Россия предназначены в мире. Вот готов ответить на ваши вопросы. Спасибо, Юрий Васильевич. Вот прозвучало много, мне кажется, очень важных вещей, в которых хочется получше разобраться. Но я хотел бы с вашей помощью разобраться вот еще в каком моменте, может быть, не до конца. Хотя в конце вы, мне кажется, очень важные вещи сказали, может, и я услышал даже уже ответ. Привет. Вот я наблюдаю, коллеги, за тем, что делает Юрий Васильевич, и я сам удивляюсь тоже. Вот он начинает говорить, не помню когда, о необходимости строительства космодрома Восточный. Я думаю, как можно об этом всерьез говорить в той ситуации, в которой находится наша страна. Даже тогда, даже не сейчас. Но он говорит уверенно, что это необходимо делать. Проходит время, я слышу, Владимир Владимирович Путин говорит, мы будем строить космодром Восточный. Я думаю, надо же, сработало. Я понимаю, что Юрий Васильевич говорил много вещей очень важных, почему принятые решения очень плохо, медленно, губительно исполняются и неправильно. Но есть еще вот эта первая фаза, когда человек говорит какие-то необыкновенные вещи, они вроде бы и кажутся нужными, но в это с трудом верится, скажем так. Хочется верить, и тем не менее с трудом верится. И я смотрю, лак бывает разным. Скажем, вот была ситуация с Сирией, тяжелейшая, непонятная, безвыходная. Все, все готовимся к войне. Читаю, Юрий Васильевич пишет, единственное оружие России, у которой осталось, это дипломатическое оружие. Надо четко сказать, что это агрессия, ссылавшись на пункт мирового права. Через несколько дней президент говорит, это агрессия. Я думаю, нифига себе. И все. Ну почти все. Ситуация развернулась. А вот в случае с Дмитрием Адольевичем, на самом деле, правильное решение принято. Но Юрий Васильевич, Крупнов об этом сколько времени назад говорил. Вот этот лак, он бывает, вот как мы видели в Сирии, очень коротким, а бывает очень длинным. И вот я думаю, меня поразила идея с ботаническим садом. Почему поразила? Потому что вот этот бантик, вот про него боятся говорить больше, может быть, чем про там, я не знаю, там, атомную станцию. У меня был случай перед нашими выборами, буквально я говорил с нашими экспертами по поводу политической ситуации. Я говорю, но мне кажется, что голосуя, вернее, формируя повестку кандидата в мэра города, надо предлагать велосипедные дорожки. Оказывается, как бы этого не происходит почему-то. Почему? И вот я услышал ваш ответ, я не знаю, правильный лет, мне кажется, вы сказали, что надо не бояться говорить, вот про велосипедные дорожки, про ботанические сады, не бояться говорить про воображение, вы сказали. Вот, возможно, один из факторов сдерживающих наших, когда мы говорим, ну это же не серьезно, ну это вот, типа, бред сумасшедшего. А один из наших, как бы, тормозов. Не в этом ли причина? И вот, может быть, вы даже знаете, что с этим делать, потому что вот отсутствие идеологии развития связано вот с этой проблемой, проблемой боязни говорить, ну, о ботанических садах. Спасибо. Спасибо, Алексей Евгеньевич. Я что хочу выделить? Ну, во-первых, совершенно с вами согласен. Я считаю, что самый большой вред в стране приносит серьезность, в кавычках, серьезность. Поэтому я уже открыто говорю, я не серьезный человек, просто прошу меня так воспринимать, потому что я не хочу, чтобы я был одним из авторов гибели моей страны. Поэтому я человек не серьезный. Это первый момент. И мы этой серьезностью, надутыми щеками, уже довели все до ручки, потеряли, по сути, нашу технологический суверенитет, основу политического суверенитета. Сейчас науку пытаемся доразгромить. Все это серьезность закончится очень плохо. Второй момент. Буквально где-то два месяца назад один очень, очень высокопоставленный человек во власти, он говорит, ну, вот мне сказали, что вот Крупнов это вот человек, который формулирует проекты и задачи, а через 10 лет о них говорит вся страна. Ну, вроде бы, кажется, даже как-то лестно такое услышать, но для меня, конечно, это чудовищно, потому что я ему сказал, слушайте, а давайте попробуем по-другому. Вот давайте с вами сядем, обсудим что-то и прямо сейчас начнем это делать. Потому что, да, вот в прошлом году по федеральному собранию Владимир Путин, например, сказал, трехдетная семья должна быть основой государственной политики России, интегральной политики. Мы с Юрием Вячеславовичем Громыко 15 лет назад это формулировали в докладе, продвигали, продвигаем. Сейчас уже, кстати, четырехдетная семья должна стать основой, а не трехдетная, как-то не кажется невероятным, четырехдетная. Но вопрос-то один. Ребята, зачем ждать 10-15 лет? И, Алексей Евгеньевич, вы очень точно выделили вопрос с лагом. Вот лага, к сожалению, где-то в среднем 10 лет. Но это же безумие. Мы теряем важнейшее время. Теряем из-за того, что серьезные дяди, до них доходят 10 лет. Ну, так это же катастрофа. Мы, может быть, все-таки как-то войдем в режим реального времени, проектирования и управления. Следующий момент. Абсолютно правильно по поводу того, что надо говорить. Но для меня все-таки это вторично. Потому что первично это надо генерировать проекты, продвигать их, верить в них. Потому что без веры в проекты ничего не будет. Поэтому, а дальше, естественно, навязывать их всем, кому можно. И это нам двигаться единой мощностью. Я напомню, что, соответственно, вот в Свердловской области, благодаря деятельности и ваших, соответственно, форумов, и лично Алексея Евгеньевича, и его коллег, замечательно, которым я пользуюсь случаем, опять же, передаю привет, знаком со многими, по возможности, слежу за работой. Я хочу сказать, что, конечно, вы, по сути, уже подготовили энергетическую революцию в стране, которую надо отмыслить, довести до правильных государственных решений. И это не просто потому, что вы не боялись говорить и навязывать, что здорово и безусловно. Но главное, что вы это генерировали, что вы это вырабатывали, что вы системно двигались. Несмотря на все тяжелейшие вопросы, связанные с организацией, со статусом, с тем, что действительно сейчас осмотрели как на идиотов или на несерьезных людей. Но 10-й форум, 10-й. И, на мой взгляд, этот юбилейный форум, вот я только сам, вот когда прочитал приглашение, только сам начал это осмыслить, это огромный уже, помимо этого еще и заделы до этих форумов, это огромная уже проделанная работа, которая задает нам проектную мощь для страны. Поэтому главное, работать воображением, не бояться это все перелагать в красивые картинки, ролики, слова, выступления, форумы. Продвигать, навязывать власти, навязывать бизнесу, навязывать общности. Это главная задача. На самом деле, это единственный дефицит, это единственная проблема. Всех остальных проблем, денег, власти, воров, коррупционеров, бандитов, вообще не существует. Только потому, что мы плохо проектируем, мы с вами. Это наше, мы виноваты во всем, если хотите. Потому что даже 5 раз, 10 раз лучше проектировать. Ничего другого не будет. Без воображения ничего не будет ни в стране, ни в мире. Слушай. Вопросы, пожалуйста. Спасибо, Илья Васильевич. Пожалуйста. Саламин Виталий, группа ВВАДММ. Юрий Васильевич, правильно ли я понимаю, что воображение в национальном масштабе на данный момент утрачивается? То есть оно когда-то было, но теперь и вовсе меньше и меньше. А что утрачивается? Воображение. А. Вы знаете, оно не утрачивается, потому что, я думаю, что... Кстати, отличный вопрос. Но я думаю, что воображение это все-таки не бензин в баке, который там утрачивается и так далее. У нас удивительная молодежь, у нас удивительные люди уже пожилого возраста, 50-60+. У нас на самом деле при побитости и хорошие средние поколения, у нас огромное количество талантливейших людей. И вот плохое слово, но я всегда говорю, что как грязь этих гениев, талантов просто вокруг и так далее. Поэтому ничего на самом деле у нас не меньше со воображением. Просто нам нужно, чтобы воображение получило новый статус. Чтобы и ваша работа, в частности, которая проходит в эти дни, чтобы по-другому смотрели на нее. И в руководстве Свердловской области, и в ведомственных линиях, и в Минэнергетике России, и в правительстве России. Потому что это не просто, так сказать, какая-то работа, поэтому вопрос в статусе, в статусе воображения. Мы должны заставить, заставить, сделать воображение, так сказать, самым уважаемым предметом в этом стране. Потому что за этим люди, личности, за этим дары Божии, за этим таланты, за этим наша блестящая молодежь. И в этом плане вопрос статуса, это вопрос номер один. Спасибо. Пожалуйста. Надежда Шимова, группа проектирования субъекта развития. Юрий Васильевич, вы упомянули такие необходимые качества личности для развития, как воображение, способность видеть и выделять процессы, способность инициировать и реализовать проекты развития. Вот у меня такой вопрос. Правильно ли тогда будет сказать, что субъект развития, скорее, это коллективный субъект развития? Потому что все эти качества трудно представить в одном человеке. Или можно сказать, что человек, например, который имеет воображение, ну, гениальное, но не способен или как бы не может довести проект до реализации. Вот будет он субъектом развития или нет? На самом деле, фундаментальный вопрос, и очень точный, и очень сложный. Потому что на самом деле нельзя противопоставлять личности и коллектив, личности и сообществу. Личность – это способность, ну, индивидуального в этом плане гения, стать выразителем интересов всех. То есть в этом смысле личность – это не индивидуи, не индивид-эгоист, который отделяется от всех и в своем мирке, в убогом, там, кто существует, находит какие-то замечательные своеобразия в своей индивидуации и так далее. Личность – это тот, кто… это то, это способность, сверхспособность представлять всю мировое вселенское целое. Напомню, ну, у нас принцип личности, он идет не только от Сократа, от греков, но прежде всего это жертва Христа, если брать даже в культурологическом плане. То есть способность пострадать за весь мир, за всю историю, понимаете? То есть в этом смысле личность – это не индивид. Поэтому очень точно вами замечено, что, с одной стороны, в любом случае, личность, индивидуальный гений, талант, воображение, способность проектировать, все равно в основе. Потому что не бывает так, что самолет делает, там, 10 человек, или, там, великую вещь делает 10 человек. В итоге все равно есть один, который все это держит в сознании. Но, с другой стороны, этот один ничего бы не сделал, если бы не было рядом 10, а, если брать все великие вещи, тысячи и тысячи человек. У Сергея Павловича Королева, как рассказывают, на столе стояло 300 телефонов, тогда связь была другая, и 300 глав, которые ему подчинялись. И он в день по несколько раз по этим телефонам говорил, часто соединял друг с другом, то есть осуществлял вот, что такое был гений Королева. Вот, что такое космический проект. То есть это Королев, 300 главков, там, в каждом главке по десяткам тысяч человек. И вот это, по сути, колоссальное человеческое единство, и при этом гений Королева, как генерального конструктора космических наших выдающихся побед и программ. Вот это и есть прекрасная иллюстрация, как мне кажется. Замечательно того, что такое личность и сообщество, и почему это должно идти внести. Юрий Васильевич, Свяжин Антон, группа «Сотовая энергетика». Можете сказать, у Вас есть видение, как в национальном масштабе повысить креативный потенциал воображения, чтобы народа повысить? Мне кажется, что ответ здесь достаточно простой. Единственный способ – это признать статус воображения и проектирования. Безусловно, начинать проектирование, институализировать в работу высших органов власти и, с другой стороны, на всех уровнях управления, и в том числе не только в государстве. А главное – это на самом деле нам, каждому из нас, постоянно работать проектно и все время выбрасывать это в хорошем смысле, выбрасывать в общество, выбрасывать в государство, выбрасывать на высшие и другие уровни управления. Тогда, если мы это будем делать систематически, то мы на самом деле все равно все навяжем. Потому что, ну смотрите, все разговоры там даже такие псевдополитиканские, вот там власть плохая или хорошая кто-то, я не хвалю, не ругаю. Ну хорошо, вот завтра, допустим, придем мы с вами вот к самой верховной власти, сядем в Кремль. Но нам нужно будет что-то делать. Если у нас нет проектов, если нет видения, то мы можем сколько угодно сидеть в Кремле, в других местах. Толку от этого никакого не будет. Поэтому мы должны создать такую проектную мощь в стране все вместе, чтобы в итоге вообще не было вопросов, какая там власть, какие там муниципальные органы управления. Вся страна, чтобы была проектно, была единая проектная вертикаль. И эта задача зависит только от нашей деятельности, больше ни от кого. А не от каких-то, так сказать, амбиций, от политики. Вот это и есть реальная политика, проектная работа. Поэтому я считаю, чем лучше мы с вами работаем буквально в нашем проектном залоге, тем лучше будет в стране и в мире. Спасибо. Константин Полеин, группа государства. У меня на самом деле два вопроса. Интересно знать вашу точку зрения. Государство должно браться за любой проект или должно расставлять приоритеты? И второй вопрос. Интересно знать вашу точку зрения по вступлению России в ВТО. Спасибо. Мне кажется, что сейчас даже ВТО уже обсуждать бессмысленно, потому что мы уже там вступили, процедуры колоссальные. Мне кажется, проблема одна. Это то, что мы не развиваем промышленность. Соответственно, мы не используем на госуровне реальные проекты и воображения. Потому что ВТО, конечно, это поприще взаимодействия сильных. Поэтому если у нас слабая промышленность, деградация технологическая промышленно-индустриальная, то, конечно, нам не только ВТО, нам вообще нигде делать нечего. И, безусловно, мы вообще чужие на празднике жизни. Уже даже крохи с барского стола, так сказать, ведущих держав нам скоро перестанут сыпать. Просто вычеркнут из истории и все. Поэтому вопрос... Я, безусловно, против был вступления в ВТО, поддерживал все основные акции против вступления в ВТО. Но вопрос все-таки в конечном счете не в ВТО, а вопрос в нашей промышленной дееспособности, в нашей умственной, нравственной самостоятельности. И это ключевой вопрос. И вопрос в статусе инженера, в статусе индустрии, в статусе промышленности, в конечном счете в статусе воображения. Что это такое? Потому что инженер хитрый, то есть в этом смысле тот, кто способен воображением значительно улучшать все вокруг. Вот такой инженер, по большому счету. Поэтому в этом плане все-таки вопрос уже не по поводу ВТО выходить на улицу, там что-то говорить, а по поводу спасения промышленности, наращивания ее. Мы можем и в условиях ВТО все сделать. У нас все есть. У нас есть деньги. У нас есть люди. Тех, кого нету, можно быстро подготовить из молодежи нашей замечательной. Пока только у нас одного нет в целом. Как говорил Кот Матроскин, не денег у нас нет, а ума. Вот это пока основная проблема. А вот я еще хотел уточнить. Все-таки второе мое суждение. Государство должно браться за реализацию любого проекта или должно расставлять приоритеты? Можете как-то прокомментировать? Мне кажется, что нужно исходить из того, что государство должно инициировать вообще проектную работу. И ничего другого не бывает. Потому что если мы со школы не начинаем с ребятами, девчонками, мальчишками, не начинаем обсуждать серьезнейшие проблемы, не втягивать их в серьезнейшие мировые проблемы. У нас вот были такие летние школы мироразвития, сейчас, к сожалению, пока прекратились, куда мы совершенно поросков, школьников таких, младших школьников, втягивали мировые проблемы, приглашали личности выдающихся, которые туда могут втягивать. То есть если мы не начинаем с этого уровня, то, конечно, ничего в итоге не появится, потому что проектная деятельность – это результат не только общей культуры в самом хорошем смысле слова, а это прежде всего результат, когда постоянно инициируются вызовы, вызовы, проблемность, включение в проблемы, проблематизация. Потому что тогда возникает истинно широкое и активное творческое сознание человека, которое и начинает через воображение, через проектную деятельность создавать эту проектную мощь и двигать, развивать страну. Поэтому я считаю, что сегодня у государства есть там всякие попытки, вот все-таки национальные проекты в 2004-2005 годах запустили, можно их критиковать и нужно, но все-таки как что-то началось, потихонечку там продолжается. Сейчас, допустим, создано АСИ, агентство стратегических инициатив. Ну, к сожалению, очень, конечно, на мой взгляд, слабая работа этого агентства, но то, что такие попытки делаются, ну, слава богу. То есть нужно, чтобы государство, государство и первые лица, вот Владимир Владимирович сидит, как председатель правления этого агентства, сидит, слушает людей, их различного рода изобретений и предложения, это правильный формат, это точный формат, только нужны реальные проекты. Проблема в том, что это не является, как бы, ну, условно говоря, таким работой правительства и президента, а это должно быть центральной работой. То есть 90% президента и представителей правительства должен обсуждать конкретные проекты, под персональную ответственность поручать реализовывать эти проекты, под персональную ответственность. Тех, кто справился, колоссальные вознаграждения, колоссальной собственностью, денежными вознаграждениями и так далее. Кто не справился, как минимум, так сказать, статус снижения и куда-нибудь на перевоспитание, какой-нибудь меньший статус, меньшие возможности и так далее. Вот суть. Это 90% деятельности всей управленческой, чиновничьей вертикали должно быть, а не какой-то боковой, так сказать, на полях, как говорят, на полях процесса. Поэтому вот это главное. И начинать надо, конечно, с детсада, с младших школьников. Кстати, воображение – это способность, которая воспитывается именно в детском саду. Я всегда признателен моему детсадовскому другу Вадику Терновскому. Папа у него художником был. Мы с ним изрисовали 200-300, я думаю, больше тетрадей, таких советских тетрадей, рисовали в войну. Он мне помогал, учил рисовать. И я считаю, мы всю войну нарисовали, на тот момент, что можно было нарисовать. Но я считаю, что вот такого рода вещи, когда возможность рисовать, придумывать, прожектировать, проектировать, выдвигать идеи, показывать, представлять, это все должно, основа формируется, конечно, просто антропологически из детского сада. Поэтому детский сад, на самом деле, основа мощи государства, если так говорить по существу. Поэтому вот это все надо проектно-вертикаль выстраивать и заставлять наше государство становиться проектным государством. Поэтому мы так и проект наш назвали, программу ключевую, проектное государство. А не государством, бюрократическо-абстрактном, не отвечающем за свои результаты. Еще маленький вопрос. В правящей элите сейчас есть люди, которые готовы взять на себя ответственность за реализацию конкретных проектов? В правящей элите государства есть сейчас конкретные люди, которые могут взять за себя ответственность за реализацию конкретных проектов? Спасибо. Поэтому надо делать их больше. Поэтому надо не бояться идти во власть. Поэтому надо не бояться диалог вести с властью. И по большому счету, опять же, зависит все от нашей активности, от нашей дееспособности. Я в этом уверен. Меня никогда не пугали моменты, что вы тут сидите где-то, что-то придумываете, а вот власти это не нужно. Мне это нужно, мне. Стране это нужно, которой я служу. Нам это нужно. Поэтому надо из этого исходить. А власть, она никуда не денется. Власть, на самом деле, реальная власть там, где проекты. Поэтому даже самые хитрые, они все равно сообразят и соображают и идут все равно к проектам и за проектами. Поэтому мы должны делать проекты, ничего не придумывать, не фантазировать по глупости, не заморачиваться, а идти с проектами вперед. И в какой-то момент так может получиться, мы так посмотрим вокруг, а мы уже власть. Спасибо. Нет больше вопросов. Да, время наше истекло. Юрий Васильевич, еще? Еще? Да, пожалуйста. Я хотел спросить, Александр Лемех, группа «Умная энергетика», хотел спросить, ведете ли вы политическую деятельность? Есть ли у вас партия? Вот такой вопрос. Спасибо. Спасибо большое. Вы знаете, мы делали партию развития. Движение развития у нас официально с пятого года, работаем раньше. В шестом году, в седьмом я делал партию развития. Ее не зарегистрировали, поскольку она явно не подходила в тот формат. Сейчас, когда 50 партий, я думаю, что, может быть, пока тоже рано регистрировать партию. Но, на самом деле, я думаю, что реальная политика сегодня делается не партия. С одной стороны, движение и общественная деятельность через это, а реальная политика делается через проекты. Мне уже сегодня очевидно, просто обращаются массы и чиновников ко мне, мне уже очевидно, что дефицит проектов стал сегодня всем очевиден. Поэтому, на самом деле, если хотите, власть, политика – это проекты. Давайте их хорошо делать. Я вам еще раз повторяю, я гарантирую просто, я гарантирую, что прибегут, возьмут, а мы поможем. Спасибо. Спасибо, Юрий Васильевич. Спасибо большое. Спасибо. До свидания, Юрий Васильевич. Я думаю, что это не последняя наша встреча. Нет, не последняя. Спасибо огромное за приглашение. Удачи нам всем. Спасибо. Выхожу. Последний вопрос. Я без голоса. Я слышно? Продолжаем работу. Зачитайте вопрос. Зачитайте вопрос, мои ребята. Зачитайте вопрос в чате. А что ж так поздно-то? Я уже давно тут сижу. Я не услышал, что ты сидишь. У меня есть телефон. У тебя есть мой телефон. А? А, ну сейчас меня слышно? Ну нет, когда Миша замахал руками, я это увидел. Но это было поздно. Да, что ты хотел сказать? Я сейчас попробую включить Юрий Васильевич. А, все, Юрий Васильевич, ты отключен, да? Да. Я попрошу его сейчас включиться. Ну ладно. Подожди, надо? Я попрошу его включиться. Надо, надо, надо. Очень важный вопрос. Я думал сначала, что есть у меня голос. Будет, не сообразил позвонить-то. Успешу там в чате, так вот, что делать. У нас еще интернет-участники, у них есть вопрос. Могли бы снова включиться сейчас? Еще один вопрос. Понятно. Хорошо. И еще, можно будет вам перезвонить сегодня какое-то время? Переговорить. Через вечерком? До двух. Так. Понятно, спасибо. Да, до свидания. Значит, Юрий Васильевич говорит, сейчас не могу включиться снова. Я, говорит, просто уже убегаю. Сейчас совещание. И если вы напишите, напишем ему. Он ответит. Ну, ладно, я задам тогда вопрос всем. Хорошо. Вопрос такой. Я вот его уже записал. Значит, у меня он уже 10 минут висит в чате там. Я, конечно, лопух. Надо было проверить сначала звук. Почему-то от меня звук не шел. Ну, значит, так, видимо, не надо ему этот вопрос знать. Но игре-то надо знать. Вот смотрите. Давай. То, что фиксировал Юрий Васильевич. Во-первых, я там в Google Docs пленума, значит, написал, что это тот же самый уровень фиксации дефицитов. То есть недостаток воображения. То есть воображение – это условия развития. Но не причина. Это раз. Хотя, как бы, гораздо ближе подходящая к причинности. Гораздо ближе, чем то, что говорили о группе. Но это я даю фиксацию. А вопрос-то был такой. Значит, правильно ли я понимаю вас, Юрий Васильевич, что ведущим методом реализации проектов развития вы считаете навязыванием. Вот. Потому что ведь это, значит, как бы политическая борьба. Это игра с противником его же методами. Заранее обречено на неудачу. Понимаете? Методы, значит, навязывания – это методы государства. Это методы существующей системы. И играть с ними в такую игру власти – это, я считаю, тупик. Вот. И поэтому именно проекты и не реализуются. Потому что есть вот это представление о том, что делать нужно так. Вот я с этим категорически не согласен. Вот мое мнение. Спасибо. А ну, это ведь суждение, а не вопрос. Это суждение, да-да-да. Спасибо. Ну, был вопрос, значит, сначала вопрос. То есть правильно я понимаю, что он считает ведущим методом навязывания. Он бы, конечно, ответил, что вопрос непростой, там туда-сюда. Но вот, видимо, не нужно было ему этот вопрос знать. Я так понимаю. Не знаю. Потому что, видишь, как получилось. Видимо, тебе не сильно нужно было, потому что как-то ты плохо его продвигал. Костя, не надо на других валить свои ошибки. Хорошо. Спасибо. Мы этот вопрос ему транслируем. Если ты его запишешь и пошлешь, мы ему его пошлем. И этот диалог продолжится. Если ты хочешь. Хорошо. Если нет, он об этом никогда не узнает. Я думаю, что тут вмешались, несомненно, силы свыше. Вне всяких. Я серьезно говорю. Я никого не обвиняю. Ну, может, это и сэкономерно. Если мой голос пропал, значит, не нужно было ему этого слышать. Пусть остается в неведении. Нет. Подожди. Это твой выбор. Это твой выбор. Ты действие делаешь или ты будешь молчать в тряпочку? Ты ответственность, пожалуйста, не перекладывай. Хочешь молчать – молчи. Не хочешь молчать – пиши. Он тебе уже ответил. Он тебе уже ответил. Есть чего написать. Пиши, он открыт. Ты говоришь, не буду писать. Твои проблемы. За работу, товарищи. Продолжаем. Хорошо. Мне mail его скинь, пожалуйста, в чат. Я прямо сейчас и напишу. Вот молодец.